Доброе утро тем, кто только что проснулся. Вы смотрите программу «Наше утро» в студии Екатерина Назарова и Данил Саламатов. Мы сегодня говорим о восточных сладостях, но и не только, потому что, как говорится, вот знаешь, сладко играет музыка. Бывает такое выражение? Есть такое выражение. Может быть, оно чисто сочинено Данилом. Мною, пусть будет так. Но все-таки мы вам расскажем об интересном событии, которое намечается 22 октября на сцене зала органной и камерной музыки «Родина», концерт «Душа и сердце». В исполнении дуэта виолончели и фортепиано прозвучат произведения композиторов, романкиров и импрессионистов. Подробнее поговорим с гостями. У нас в студии Роман Севастьянов, пианист, лауреат международных конкурсов, солист Челябинской филармонии. Илья Гутый, виолончелист, лауреат международных конкурсов, солист Челябинской филармонии. Ты не так часто просто произноешь виолончель, а наши гости часто. Доброе утро! Доброе утро! Ну, давайте немножечко про концерт. Вообще расскажите, что это за новый формат такой, или не новый, может быть, формат. Немножечко о самом концерте. Ну, формат уже довольно древний. Ему более 150 лет. А может, даже и больше? Стабильность признак мастерства. Скорее всего, даже больше. Виолончели и фортепиано – это популярный, красивый очень инструмент. У них потрясающее сочетание. Конечно, в зале органной и камерной музыки «Родина» эти два инструмента звучат очень хорошо. А ты, может быть, что-нибудь скажешь? Например, какие произведения услышат зрители? Да. В нашем концерте вы услышите наших любимых композиторов-романтиков. Это, прежде всего, Фредерик Шопен. В его творчестве мы… Это виолончельная соната, которая является единственным произведением для виолончели. Больше у него. Остальные сочинения только для фортепиано. Так, то есть здесь не будет участвовать фортепиано? Фортепиано будет участвовать везде. Ага. Все-таки… Да, хорошо. Он хотел для виолончели, а участвует все равно фортепиано. Если это единственное произведение для виолончели, прозвучат ли какие-то еще известные композиторы? Да, творчество Шопена, оно, во-первых, конечно, больше всего относится именно к фортепиано. Но так как его душой, сердце было фортепиано, но душа-то была – виолончель. И именно поэтому мы решили выбрать эту сонату и показать ее слушателям. Она очень виртуозная, интересная и как-то вот отражает наше нутро. Так, хорошо. Шопен – это прекрасно. Так, кто еще будет? Какие еще композиторы? Клод Дебюси – композитор-опрессионист. Этих двух композиторов объединяет один город – Париж. Париж. Он у нас на афише, кстати, изображен. Ну, сонаты обе интересные и безумно красивые. Каждый зритель найдет что-то свое в этих произведениях. Так, а Сергей Рахманинов прозвучит в ваших исполнениях? Сергей Рахманинов. Ну, с Ильей мы сыграем вокалист. И я немножко сыграю сольно. Брюди Рахманинова соль-мажор очень красивая. И этюд-картину ярмарка. Хорошо. Так, кто будет солировать? Виолончель. Мы уже определились в произведении. Шопен. Солировать будут оба. Это камерная музыка, где солируют два музыканта. И прекрасная старинная виолончель Лидия Гутова. И новый концертный рояль «Стенвей». Приобретение нашей с Ильейской филармонии. Да. Они, безусловно, будут интересны. Ну, вот вы, оценивая все равно публику, может быть, нам подскажете, кому будет интересно такое выступление? И вообще, насколько там разноплановая аудитория ходит на подобные концерты? Ну, вы знаете, аудитория очень многогранна. Это и люди среднего возраста от 25 до 35, 45, 60 лет. И всем эта музыка нравится. Вот у меня все друзья, от мала до велика, мамины друзья, допустим, у Ильи также. Все приходят на концерты, им безумно это нравится. Во-первых, редкость сочетаний, это наш премьерный дуэт. А долго сыгрывались вместе? Ну, наверное, сразу почти. Как-то у нас так... Не то, что мы с Катей, да. Это ведь наши любимые композиторы. И когда мы решали вообще о выборе программы, о выборе концерта, конечно, Шопен и Ди Би Си вот как-то... Это как-то совпало. И у них по одной сценате для авиалончели. Так, ну что ж, давайте не откладывать, а прям приглашать наших зрителей. Вот сюда можно... На эту камеру, да, пожалуйста, мы от вас ждем. Остально приглашаем. Пригласим. 22 октября, во вторник, в 18.30. Мы всех будем вас ждать в зале органной и камерной музыки Родина. Приходите, насладитесь хорошей музыкой, красивыми интерьерами органного зала, прекрасными инструментами и нашей игрой совместно с Ильей Гудом. Да. Я думаю, вам понравится и мы вас удивим. Спасибо большое. Спасибо вам, Роман. Спасибо вам, Илья. Спасибо. Ну, с Катей тоже учиться, вы знаете, как фортепиано, виолончелька. Да, чтобы сразу спеться вот так вот и душой, и сердцем. И сыграться, и спеться. У нас в гостях были Роман Севастьянов, пианист, лауреат международных конкурсов, солист Челябинской филармонии, и Илья Гуд, виолончелист, лауреат международных конкурсов, солист Челябинской филармонии. И уже давно доказано, что музыка влияет на самочувствие человека, особенно на беременных женщин. Как раз об их здоровье мы сейчас и поговорим. Рубрика «О здоровье».